МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, друзья! Сегодня в главной роли народный артист Советского Союза, художественный руководитель Малого театра России Юрий Соломин. Юрий Михайлович, здравствуйте. Островский в доме Островского. Так называется фестиваль, который сейчас проходит в вашем родном театре. К вам под крышу приезжают драматические театры из разных уголков России для того, чтобы играть русского Шекспира в Москве. Фестиваль приуроченный, так уже 20 лет, проходит к дню рождения Островского. Да, 12 апреля у него день рождения. Обычно в это время мы всегда... Вчера мы это дружно отпраздновали. Вопрос следующий. Не обязательно, чтобы привозились только примерные работы. Почему? Вы знаете, наверное, в этом есть ответ такой. Почему? Потому что Островский во все... Вот сколько я себя помню, и при СССР, и сегодня, он один из... Входит, во всяком случае, в тройку самых известных русских писателей, драматургов. И всегда вот во всех, так сказать, когда проходили всякие, так сказать, изыскательные работы, даже тогда раньше, кто же все-таки вот самый зрительный, любимый, почитаемый, будем, может быть, говорить так, драматург. И тогда, и теперь все-таки оказывается Островский. Почему? Наверное, этот вопрос легко очень сказать, потому что он писал о нас. Он писал о россиянах. Он писал о той стране, о той родине, в которой он родился. Будь то царское время, будь то СССР, и будь то теперь. Он всегда идет во всех театрах. Начинает с Владивостока до Астрахани, от Мурманска до Сочи и так далее, и так далее. Вы понимаете, значит, он смотрибелен. А что это такое смотрибелен? Его не надо осовременивать. Там переодевать как-то по-современному, чтобы понять, что жулик такой-то. Ну, теперь их по-другому называют взяточники. Возьмите «Свои люди сочтемся», там «Волки и овцы». Вам что, про политику, пожалуйста? Про любовь, пожалуйста? Что лучше написано про любовь? Сильную. Это и «Бескриданница», это и «Гроза». Да, про политику. Это «Волки и овцы», «Правда, хорошо, а счастье, лучше», «Про жульничество», «Свои люди сочтемся» и так далее. Это «Пучина», потрясающая пьеса, которую мне посчастливилось тоже сыграть молодым, тогда еще, о человеческих взаимоотношениях, когда от той гадости, которую человек делает ради своих детей, можно сойти с ума. Когда-то Чехов сказал, что если бы я ставил «Пучину», он был потрясен этой пьесой, он сказал, я бы ставил только последний акт, настолько это отдельная пьеса. Понимаете? Поэтому вот это вот все дало нам право в самое трудное время, в 93-м году это было... Придумать такую штуку важно. Это был один, в общем, из первых театральных фестивалей, который возник в новое время, будем говорить так. 93-й год. Когда гастролей не было, они были никому не нужны, и не на что было делать. И вот тогда что-то мы, что-то... Конечно, и Министерство культуры тут, надо сказать, должно. И сейчас оно единственное, кто спонсирует, не спонсирует, а, в общем, так сказать, поддерживает, да, поддерживает. Участие поддерживает. Это национальный фестиваль театральный. Тут ведь есть еще один очень важный момент. Островский писал о актерах, которые работают в провинциальных театрах. И это тоже. Безвины и виноваты, лес, таланты и поклонники. И сейчас в Москву приезжают люди, на которых не каждый день падает свет софитов столичных, изысканных каких-то, извините, возражений театральных тусовок. Вот именно учитывая это, мы тогда и организовали, чтобы привлечь провинцию. Конечно. Привлечь тех, в общем, страдающие сердца, о которых и писал Островский. Страдающие и талантливые. За это время мы вывезли более 40 театров, более 40 городов. Подключали мы понемножечку и, допустим, наших соседей. У нас и белорусы играли Островского в предыдущем фестивале. У нас и вот в этот раз мы пригласили Петербургский театр. Молодежный театр, да, открывал как раз программу фестиваля. А вот как вы думаете, почему Чехов, сопротивляясь, конечно, но все равно поддается радикальным прочтениям, вот любят его ставить с ног на голову, на бок класть и так далее. А Островский в этом смысле, он так крепко стоит, в общем, не особенно поддается. И попыток-то немного. Ну, иногда, вы знаете, я не хочу называть город этот, допустим, свои люди сочтемся, да. Хозяина предал человек, которого тот воспитал его, научил его и так далее, и так далее. Вот такая-то тема. И первый акт они играли, значит, традиционно. Ну, как традиционно, одеты того временем. Это же интересно современным людям посмотреть. А второй акт, я когда увидел, я не то что ужаснулся, я не мог понять, что они были в черных свитерах, свитерах с цепями, вот здесь тогда было модно как раз, это было, может быть, лет, наверное, пять назад, вот, цепи такие. Я спросил, а зачем ты это делаешь? Он говорит, ну, чтобы было современно. А я говорю, зачем ты брал эту пьесу? И первый акт тоже самое. Ну, чтобы зритель понял, зрителю не надо отдавать цепей, не надо какие-то джинсы надевать на Островского и так далее. Почему? Потому что здесь вырастает, здесь растет зритель, он передается из поколения в поколение к Островскому уважению, как к национальному достоянию. В свое время когда-то он сказал, без театра нет нации. Я хотел бы вот такую интересную особенность отметить. У вас в театре к этому свято относятся, ведь это не только замечательный драматург, это и удивительный поэт, и вот известные строки Петра, это брат Александра Николаевича, уже после смерти Петр писал, что забывают, прежде всего он был огромный поэт, большой, с настоящей хрустальной поэзией, которую можно встретить у Пушкина или Аполлона Майкова. Это тоже, правда, через поэтическую нутро свое писать вещи, казалось бы, на самые злободневные темы, но с высокой поэтикой. Я бы еще так сказал. У него музыкальный язык русский, музыкальный, широкий, от которого мы уходим. Он не зря пишет, ох ты, ах, да, он пишет не да и через тире, вроде как бы растянуть, а он дает возможность вот эту музыкальность сохранить. Такая пластичность речи, вот я бы сказал. А вот я все-таки хочу спросить, а вот когда вы были помладше, ну, в юности, скажем так, у вас был период, когда какого-то классика, но вы не принимали, считали, может быть, устаревшим и вообще необходимо сбросить с корабля современности. Это же нормально для юности, вот такой радикализм. Поскольку я в школе, в общем, в классе был таким чтецом, все-таки по литературе у меня, по-моему, одна из немногих, пятерка была, всегда уж это точно. Вот. И вот уже в старших классах как-то, когда мы изучали Толстого, война и мир, вот надо было, в программе стоял отрывок из войны Толстого, когда Балконский, значит, под дубом, там вот этот Балконский под дубом, огромный его внутренний монолог был написан. И меня вызвали, конечно, первая учительница. И я сказал, что я не знаю. В общем, короче говоря, она меня пристыдила перед всем классом. Но осталось. Я не помню, что было дальше, как и что. Но войну и мир я не мог дочитать до конца. Прошли годы. И мне понадобилось вот войну и мир. Тоже связано с войной и мир. Предложили пробоваться в кино. Тогда еще. Я стал читать. И вот до меня тогда дошло, что никто, ни один человек, только машина могла бы запомнить мыслей, чувства Балконского под этим дубом. И когда я прочитал этот роман, долго читал, трудно читал, но я понял, почему есть вещи, которым нужен жизненный опыт. и это особенно наша профессия требует. И потом я убедился, однажды я шел в театре, вот брат был живой, и я увидел, он сидит тоже в уборной, что-то читает. Я говорю, что ты читаешь за гонок? А он так, буркнул, что-то так я посмотрел, он читал «Войну и мир». Но он был уже известным артистом. К вам на фестиваль, приехали, уже показали, и вот в оставшиеся два дня будут показывать театры из Санкт-Петербурга, молодежный театр, поздняя любовь, Сыктывкар. Это, правда, хорошо, а счастье лучше. Гениально звучит на языке коми. «Сбыл Итбур Шудут Бурджик». Извините, если я поставил никому дарение, но это просто ласкает тоже слух. Курск, Рыбинск, и что-то я пропустил. Все, и малый театр. Вы не раз говорили, что ставите спектакль в театре, только когда есть вот такая острая производственная необходимость, а так вам больше нравится быть артистом. Сейчас как раз то самое время. Я не хотел спрашивать, но вы мне сами перед эфиром рассказали про эту медаль, которую вам вручили в Международном совете ветеранов войны, где Рузвельт, Черчилль и Сталин. Я знаю, что вы сейчас репетируете такую пьесу как артист. Что это за секретная такая таинственная драматургическая история? Поделитесь. Ну, мне бы не хотелось сейчас распространяться. Это та история, которую хотят забыть. Я помню очень хорошо эти годы. Я все-таки уже учился где-то в первом. В 43-м году я пришел в первый класс. Поэтому я помню, я не совсем уж маленький был, что это такое было. И когда мне говорят, что этого не было, оказывается, и не мы побеждали, и не мы это. А я задаю вопрос, а где же вы были тогда, когда вас освобождали? Почему же вы тогда целое кладбище устраивали тем людям, которые погибли, легли в могилу, русские, и не русские, грузины, армяне, татары, евреи, все, кто населяет эту роль? Тогда армия была такая многонациональная. И все вот эту вот карту, которая там у нас есть, наша роль, все это защищали. И один зарубежный писатель, не буду называть его имени, и зарубежный переводчик, и режиссер, знающий русский язык, он закончил у Товстоногова в свое время. Я когда прочитал этот материал, я не мог тебе понять, он все то, что говорят у нас, только там не разрешили это делать. А поставили, как мне стало известно, в одном городе, как комедию там, где-то там и так далее, и так далее. Когда стали публиковать о семействе Романовых вот все эти вещи, у нас был однажды в Малом театре такой спектакль, такой созданный на литературе, которую написал непрофессионал. Иас Воздам назывался такой спектакль. Да, это известное название, конечно. На спектакль шли люди, аншлаги были, шли люди, зная финал. Тишина была такая, что во время однажды спектакля меня актриса спрашивает шепотом, а в зале есть кто-нибудь? Вот прям совсем завершая. Сегодняшний вариант примерно аналогичен. Что за государственный деятель сейчас у вас получается в душе? Кого вы репетируете? Мы все репетируем как бы так сказать огромнейшее уважение и любовь к своей родине. Когда премьера примерно ожидается? Да, если мы доживем где-нибудь в ноябре. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Спасибо. Юрий Соломин сегодня в главной роли. Вам низкий поклон и вам огромное спасибо, Юрий Михайлович. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова